Ты что за слабостями припёрлась в школу? Где твоя канцелярия? Ты как учиться-то собираешься, а? Он ничего не понимаешь. Ты что, Афинку не смотришь? Всем привет! Как и обещала, весь август я буду стараться снимать побольше видео на тему Back to School. И сегодня я хочу вам показать несколько идей канцелярии в виде вкусняшек. Вы же знаете, какая я сладкоежка. А ещё это видео необычное. Я его снимаю не сама, а с Сашей, с канала Саша Стэн. Она тоже сняла для вас несколько идей необычной канцелярии. А чтобы видео было ещё интереснее, мы с Сашей решили обменяться нашими мастер-классами. Поэтому в моём видео будет одна из её идей, а в её видео будет одна из моих идей. Знакомьтесь! Привет! Меня зовут Саша, и я тоже решила снять для вас прикольненькое видео о DIY для Back to School. Но в моём видео вы увидите странные и необычные DIY. Поэтому, если ты хочешь иметь самую крутую и офигительную канцелярию в своей школе, обязательно переходи на мой канал. Ну, или если ты там хочешь иметь крутую канцелярию, да. Короче, увидимся на моём канале! Ещё на канале Саши вы найдёте много классных видео, которые помогут начинающим видеоблогерам. Смешные скетчи, полезные лайфхаки, видео о покупках и о подарках. А ещё Саша участвовала в KFC баттле и снимала оттуда очень интересные влоги. В общем, на её канале вы найдёте много всего интересного. И, кстати, на канале Саши в данный момент стартует конкурс на инстак с любого цвета и принадлежности к нему. Условия очень простые. Подписка на канал Саши, лайк и комментарий под её конкурсным видео. В комментарии укажите, почему именно вы должны победить. Все подробности вы узнаете в видео Саши, ссылочка в описании. Ну, а мы приступаем к аппетитной канцелярии. И первым мы сделаем вот такую классную жидкую тетрадку с Кока-Колой. Напишите в комментариях, что вы больше любите, Кока-Колу, Фанту или Спрайт? Для начала берём обычную тетрадь. У меня она на спирали, но это не важно. Клеим карандашом, промазываю обложку и приклеиваю красивую бумагу или картон. Я решила использовать голографический картон. Открываем тетрадь и отрезаем лишнее. Вот такая обложка получилась. Теперь приступаем к Кока-Коле. Нам нужен шаблончик. Ссылочка на него в описании. Берём красивый картон, переводим на него шаблон и вырезаем. Берите картон, который будет хорошо контрастировать с обложкой. Теперь вырезаем внутреннюю часть шаблона. Отрезаем крышку. Ещё нам нужна пергаментная бумага. Переводим на неё шаблон и вырезаем. Теперь берём кусочек обложки для тетради. Вкладываем в неё пергамент, закрываем, оборачиваем пергаментной бумагой и проглаживаем утюжком для волос. Можно взять, конечно, и обычный утюг. Но, как я вам уже говорила, мне с утюжком для волос удобнее. Таким образом мы запаиваем края обложки. Открываем и начинаем обрезать лишнее, отступив примерно 1 см от бумаги. Вверху срезаем горлышко по пергаменту. Аккуратненько пинцетом вытягиваем бумагу. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь нам нужно окрасить небольшое количество воды чёрным пищевым красителем. Есть! Заливаем эту воду в нашу заготовку. Теперь берём масло Johnson's Baby и тоже заливаем в заготовку. Можно взять и подсолнечное масло, но оно жёлтое. А это масло прозрачное. Когда наша бутылка наполнена, оборачиваем горлышко пергаментной бумагой и запаиваем край. Вот такая бутылка Coca-Cola у нас в итоге получилась. Теперь нужно приклеить её к обложке. Для этого берём силуэт бутылки, который мы вырезали из картона. И внутри обводим уменьшенный шаблон. Вырезаем его изнутри, чтобы у нас получилась толстая рамка. Готово! Теперь переворачиваем рамку. Наносим на неё суперклей и приклеиваем нашу Coca-Cola. Вот такая красота получилась! Теперь с помощью горячего клея приклеиваем бутылку к обложке. Уже классно смотрится! Но мне захотелось добавить ещё наклеек. Тем более, что у меня были прикольные чёрные сердечки, которые сюда идеально подошли. Вот и всё! Всё! Классная жидкая тетрадь готова! Coca-Cola так прикольно переливается в бутылки! А если её потрясти, то получаются пузырики! Мы с вами, считайте, сделали Coca-Cola лава-лампу! Следующими мы сделаем ручки Kinder-шоколад. Они в коробочке и выглядят прямо как настоящие шоколадки. Итак, берём пачку Kinder-шоколада. Аккуратно её открываем и вытряхиваем шоколадки. Измеряем ширину и длину шоколадок. Разворачиваем этикетку и съедаем шоколадку. Она нам больше не понадобится. Нам нужна только этикетка. Теперь берём кусочек пенопласта и делаем отметки по размеру шоколадки, который мы измерили. И разрезаем пенопласт. Можно сделать это канцелярским ножом. Но у меня же есть чудо-ручка! Если вы помните мой обзор 3D-ручки. Она режет пенопласт как масло. Если кому интересно, ссылочку на своё видео я оставлю в описании. Когда брусочек пенопласта вырезан, берём стержень от ручки. Прикладываем его и отрезаем по размеру пенопласта. А теперь берём и по центру заготовки вкручиваем стержень. Аккуратно, чтобы пенопласт не рассыпался. Вкручиваем до тех пор, пока на поверхности не останется только пишущая часть. Вот что должно получиться. Теперь берём этикетку, вкладываем в неё ручку и заворачиваем края. Фиксируем этикетку двухсторонним скотчем. А то от клея пенопласт расплавится. Теперь аккуратно заворачиваем край. Как будто они открывали шоколадку. Осталось завернуть этикетку рядом со стержнем. Отрезаем лишнюю длину. Спереди разрезаем этикетку пополам. Заворачиваем края по обе стороны от стержня. И приклеиваем их маленьким кусочком скотча. Готово! Вот такая прикольная ручка получилась. Теперь всё то же самое нужно сделать с остальными шоколадками. Кстати, прежде чем вкручивать стержень, можно сделать отверстие деревянной шпажкой. Вот все мои ручки. Теперь просто вкладываем их в коробочку и всё, можно пользоваться. У нас получилось два в одном. И пенал, и ручки. Это так прикольно, как будто настоящая пачка киндер шоколада. И никто даже и не подумает, что у вас там могут быть ручки. И писать, кстати, такими шоколадками довольно-таки удобно. А третья идейка от Саши, как я вам и обещал. Она сделает ручку в клее. И сейчас всё вам подробно покажет и расскажет. Саша, тебе слово. Итак, сейчас я покажу вам, как сделать эту прикольную ручку внутри клея. Вам понадобится ручка, жидкий клей и любая ёмкость. Первым делом вылейте весь клей в ёмкость, чтобы не тратить его. Далее промойте и протрите крышечки и банку от клея. Потом аккуратно отрежьте от крышки то место, откуда обычно льётся клей. Убедитесь, что ваша ручка помещается в крышку. И потом зафиксируйте её там, используя горячий клей. Теперь уже можно прикрутить крышку вместе с ручкой к баночке клея. И всё, готово! Вот такая необычная и странная идея для канцелярии. Вы точно оставите яркое впечатление у ваших одноклассников. Следующая идея это точилка в виде мороженого в Макфури. Как вы уже поняли по прошлому видео, я обожаю покушать в Маке. Для точилки нам нужен тик-так, а точнее пустая коробочка из-под тик-така. Вот этот клапан нам нужно отрезать канцелярским ножом. Есть! Теперь нам нужна маленькая точилка, которая подходит по размеру к этой крышке. Наносим на неё горячий клей и приклеиваем к крышке. Закрываем контейнер и вставляем в точилку карандаш. Теперь нам нужно залить всю крышку горячим клеем. Вокруг карандаша тоже. Делаем несколько слоёв клея, имитируя верхушку мороженого. Зубочисткой делаем заострённый кончик. Вот что в итоге у меня получилось. Снимаем крышку и красим её белой акриловой краской. Кстати, краску можно заменить белым лаком для ногтей. Когда краска высохла, нужно сделать потёки. Для этого берём яркий лак для ногтей и делаем потёки. Просто набираем на кисточку побольше лака и капаем на мороженое. Пока лак высыхает, займёмся контейнером. Красим его голубой акриловой краской. Опять же, краску можно заменить лаком для ногтей. Ещё нам понадобится этикетка мороженка МакФлори. Ссылочку на неё я тоже оставлю в описании. На обратную сторону приклеиваем полоски двухстороннего скотча. Снимаем защитный слой и приклеиваем на уже высохший контейнер. Готово! Осталось надеть крышку. И прикольная аппетитная точилка готова. Как же я люблю такое мороженое! Очень классная точилка получилась! И последняя идея на сегодня это стирательная резинка в жевательной резинке. Итак, берём пачку Орбит или любую другую жвачку. Аккуратно открываем упаковку и высыпаем все жвачки. Получилась пустая этикетка. В неё нам нужно будет вложить пенопласт. Для этого измеряем упаковку и отрезаем брусок пенопласта соответствующего размера. Теперь от упаковки отрезаем лишнюю часть. Эта часть со сгибами. И вкладываем пенопласт. Теперь берём стирательную резинку, подходящую по размеру упаковки. Наносим на неё горячий клей и приклеиваем к пенопласту. Этикетку подклеиваем. Всё! Прикольная резинка готова! Но мне не нравятся вот эти надписи на резинке. Чтобы их убрать, воспользуюсь пилочкой для ногтей. Вот так уже лучше! Классная стирательная жевательная резинка готова! Только смотрите, не перепутайте с настоящей пачкой жвачек. Хотя, если кто-нибудь попросит поделиться жвачкой, можно и прикольнуться. Это были все идеи на сегодня. Надеюсь, они вам понравились. Не забудьте зайти к Саше и посмотреть мою пятую идею. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить новое видео, которое выйдет уже совсем скоро. А прежде чем попрощаться, я хочу передать привет Анне Васьковской. Анечка, спасибо тебе большое, что являешься активным участником моего паблика ВКонтакте. Заработала много конфеток и обменяла на видео привет. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!